доброе утро всем у меня очень раннее утро я такая сонная сейчас в аэропорту орландо лечу в чикаго устраиваться на работу я знаю что многие спрашивают по поводу моего трака что же где же он где я работаю и работаю или вообще в общем поэтому постараюсь в этом видео вам все рассказать и если мешает мне если все получится вот с этой компании куда я еду тоже вот вам поснимаю расскажу покажу я не работала уже долгое время практически по семейным обстоятельствам вот трака у меня нету я искала работу ну не сказать что долго но как бы смотрела выбирала потому что все таки благодаря моим социальным сетям на что столько все таки видео я снимала монтировала это не зря потому что я уже как бы могла да какие-то не то что там свои условия но очень хорошие условия искать да то есть если раньше я там понимала что у меня там мало опыта еще я девушка вот то работала там где меня звали да а здесь уже я как бы подходила очень тщательно выбирала искала сравнивала и вот сейчас остановилась над одной компанией которые мне в принципе нравится условия и еду как бы так сказать на собеседование сейчас если все пройдет хорошо то возьму трак и поеду буду вам дальше снимать ну в общем какой бы исход не был сегодняшнего дня я в любом случае закончу это видео расскажу вам что ребята вот я и в чикаго вчера у меня не было времени вообще заснять видео проходила беседование узнавала все условия жду сейчас своего красавчика не дают также фредлайнера а я думала будет вольво но вольво я не очень люблю для меня она какая-то легкая там все вечно скрипит падает и на поворотах и когда ветер такое ощущение что она улетит это чисто мои ощущения когда я ездила на вольво вот я люблю фредлайнер он такой тяжелый и мне нравится чувствовать да что это действительно трак что он такой большой тяжелый повторюсь вот и я обрадовалась что мне дадут все-таки фредлайнер это вот территория офиса о моей компании я все вам расскажу со всем поделюсь сейчас вот жду свой трак и буду дальше вам снимать посмотрите это территория огромная тут аль напылили мне до двести пятьдесят парковочных мест то есть очень удобно если вы здесь работаете вы можете здесь оставлять свой трак плюс у них вот свой репейр шоп да то есть правильно сказать что здесь вот ремонтируют траки тоже очень удобно посмотрите ну здесь если честно хочется погулять потому что там столько всего интересного я там разные траки видела и сломанные и не сломанные разобранные и то что там на трейлерах какой груз стоит интересны какие-то разные железки в общем попробую тоже пройтись конечно пыльно здесь но чтобы вы посмотрели тоже постараюсь вам показать смотрите завозят сюда сломанный трак на на ремонт и я вот вам успела заснять что же сейчас как-то попал в аварию потому что что-то он весь прям разваливается что случилось фредлайнер посмотрите он весь старый какой-то или вот так добили этот плане что его везут куда-то либо на ремонт либо просто на стоянку как я вам и говорила здесь столько траков разных очень очень интересных очень хотелось бы каждый трак посмотреть поснимать и узнать историю что же там все-таки произошло ну что вот дождалась своего красавчика мой трак посмотрите белый цвет мне всегда везет на белый беленький фредлайнер и сейчас мне устанавливают кенгурятник кто как его называет для защиты да на траке в общем там ребята не хотят попадать в кадр но хотела вам показать как его устанавливать ладно не буду мешать потому что не все до любят такое это я хожу всегда все снимаю все вам показываю но нужно тоже уважать тех кто не хочет быть кадре поэтому вот вам такой контент отсюда во и знакомство с моим траком в общем я жду свой трак мне заменили лобовое стекло я не успела вам заснять как они мне это делали потому что немножко другими бумажными делами занималась там подписывала да так как я начинаю в новой компании там очень много нюансов а вот и не успела но мне готовят мой трак вот он стоит получается я жду сейчас там холодильник мне установят и хотела показать вам вот такую красоту посмотрите как я и говорила здесь столько траков огромная территория и каких только разобранных поломанных переломанных разных моделей да здесь нету потому что ребята получается ну работают чинят их и видимо разбирают на запчасти вот но это так интересно посмотреть да как они вообще выглядят то есть надеюсь что все хорошо с водителями что вот так вот просто получилось что в итоге они оставили их на разборку на запчасти да вот так вот ребята смотрите я вообще в шоке с тех да кто в этом разбирается здесь очень много наших ребят очень много мексиканцев кстати мексиканцы да как бы в таких сферах тоже очень часто работают я разговаривала с одним парнем он получается родился и вырос чикаго но его родители с мексики и его дядя научил его вот как бы тянить ремонтировать траки машины и он здесь вот работает я с ним вот разговаривала говорит что ему очень-то нравится молодцы все быстренько красивенько чинят работают с узбекистана с киргизии много вот так вот это здесь выглядит сейчас пойду вам дальше там прогуляюсь так как я еще жду свой трак смотрите кен ворс какой грязный почему не моете свой трак кто хозяин давайте посмотрим здесь в основном вот с этой стороны фредлайнеры до стоят вот кен ворс так пройдем дальше здесь тоже что-то делают с траком здесь смотрите какая у них машина трактор тоже есть да в наличии которая им помогает я кстати такое редко видела до чтобы у компании допустим был свой трактор даже на огромных территориях то есть это очень удобно вот и я думаю те кто обслуживается здесь или работают это прям как бы выгодно до знать что здесь у них есть все в наличии что в любом случае они вам помогут расчистят дорогу выведут починят предоставят место в общем вот так вот я искала искала и нашла условия которые меня сейчас устраивают да потому что как вы знаете я долго не работала я тоже сниму об этом видео расскажу развернуто что ребята спрашивают что и где и как почему я не ездила да и в какую я компанию сейчас устраиваюсь вот я сделаю тоже об этом видео чтобы ребята знали посмотрите это но видно что он горел этот тракт тоже надеюсь что с водителем все в порядке такая вот это опасная работа да поэтому будьте аккуратны на дорогах и мне надо быть аккуратны и так как я снова в путь по америке вот так вот это выглядит что сейчас пойду в офис разговаривать с шефом потому что я уже сейчас скоро заберу трак и поеду дорогу да вот уточнить все ли я забрала все ли у меня есть чтобы ничего не забыть потому что ну если я уже уеду за грузом то я не знаю да когда я смогу сюда попасть здесь так шумно надеюсь меня слышно хорошо траки ездит просто со всех сторон но я так поняла что это меня пока что не оставит работа на траки да и вообще все что связано с этим бизнесом наверное все таки я буду больше сюда как бы углубляться так сказать потому что сама я начала на эту тему вот поэтому довольно таки успешно да это у меня все получается людям нравится много слов благодарности всегда слышу много встречаю людей поэтому я думаю что буду я развиваться в этой сфере но и в той сфере которая совсем девчачья я ее не оставлю буду развиваться тоже вот поэтому предстоит очень много работы зато будет очень много интересного контента для вас что меня может не радовать да что не может меня не радовать вот а вот такой вот офис в стиле чикаго очень много вот таких вот зданий знаете с таким кирпичом с такими крышами я заметила кстати и вот насколько все таки и в америке не похожи города друг на друга да есть да такой вот такой момент который многие отвечают когда приезжают и говорят что америка однотипная это совсем не так но я согласна что в какой-то степени города есть которые похожи друг на друга но и в каждом городе есть свое такое отличие которые вот сейчас я уже допустим разбираюсь да я посмотрю могу сказать что это тот город или иной вот и так интересно что в чикаго вот у меня тоже какие-то ассоциации и сразу же вот такие вот здания вот это наш офис уже видите это наш пойду зайду спрошу посмотрю там прогуляюсь может это интересное для вас получится заснять поэтому вот такой вот у меня первый день первый обзор как я и сказала буду больше видео и более каких-то углубленных да уже на другие темы нового хотела показать вообще как выглядит сама территория что я проходила собеседование взяла тракт свой вот поэтому ставьте комментарии пишите пишите комментарии ставьте лайки видите я уже немножко заговариваюсь потому что такие напряженные дни были и жду вашей обратной связи всем спасибо